СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ О людях, чья жизнь напрямую связана с агропромышленным комплексом. О тех, кто нас кормит, кто бережно хранит, исконные сельские традиции. И сегодня героем нашей программы станет Виктор Курайсов. Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства «Марфа». Он вместе со своим коллективом развивает растеневодство и животноводство. А еще оказывает существенную поддержку родному селу. О том, чем он живет, как работает, каких успехов добивается и с какими проблемами сталкивается, и будет наш рассказ. СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ Дергачевский район Саратовской области. Расположен он в восточной части Левобережья, в засушливой степной зоне, на границе с Казахстаном, и является самым большим по площади районом в регионе. Основой экономики здесь составляет сельское хозяйство. В основном здесь выращивают зерновые культуры и развивают животноводство. Оба эти направления есть в крестьянском хозяйстве нашего героя. Встретил нас Виктор Курайсов на поле озимой пшеницы. Виктор, вот расскажите, мы к вам заехали на поле озимой пшеницы. Вот со дня на день буквально, да, счет на часы идет? Вот-вот-вот-вот вы зайдете. Сейчас вот как обстоят дела, расскажите. Виды есть в нынешний год. Вот, благоприятно. Были осадки осенние. Осенний, правда, задел влаги был очень маловатый. Но в основном весной и нынешний год она способствовала. Способствовала, обильная влага. И вот сами видите, в каком состоянии сейчас озимой пшеницы. Вот. Технику сейчас готовим, почти готовые. Старался в прошлый год спахать. Нынешний год посеяно 1200 гектаров посеянной площади. Озимой пшеницы? Посеяно 350 гектаров, посеяно, значит, 530 гектаров у меня. Ну, из меня и 400 гектаров яровой пшеницы. То есть у вас всего 1400 гектаров в обработке? Да, в обработке у меня еще пары. 150 гектаров дополнительно. И плюс сенокосные угодья. Сейчас вот в данный момент все полностью, как сами видите, все это в тюках. Осталось только вывезти. И другому надо везти. Все это дело заскирдовать. Нынешний год сену очень много. Где-то в пределах 10 сенеров это дала она с гектара. Сорт озимой пшеницы «Джангаль» был выведен селекционерами Ершовской опытной станции Саратовского научно-исследовательского института Юго-Востока. Этот сорт, рассказывает Виктор Курайсов, хорошо себя показал в местной засушливой зоне. Стабильный урожай плюс хорошие технологические качества зерна. Брал я ее элитой. Так она нормально. Я на нее не обижаюсь. Она каждый год старается меня не подводить. Вот если так посмотреть, колос все-таки маленький, да? Ну, колос, я так читаю, все это дело. Конечно, она полноценная, если бы прошлый год ушла бы, она бы, конечно, дала очень приличном объеме. Но в пределах 20 сантиметров это уже законно будет здесь. Даже такой урожай в этой зоне рискованного земледелия считается успехом. Ведь в прошлом году, когда Дергачевский район вошел в число тех, где была объявлена чрезвычайная ситуация по засухе, зерна считают, что вообще не собрали. Сгорело все. А ведь кто-то брал кредиты под урожай, кто-то оформлял технику в лизинг. Но людей не оставили один на один со своей бедой. В кратчайшие сроки аграрии получили мощную помощь от государства. Это и компенсация по засухе, и по гектарная поддержка. Та же засуха. Я так считаю, что если бы не инициатива Николая Васильевича, а не его прямая поддержка, не вмешаться в этот процесс. Он к нам еще в прошлом году не раз приезжал, и в летний период, когда была ясна ситуация, что все, мы горим, мы горим, причем очень здорово горим. Такой засухи на моей памяти, наверное, и не было. Приехал, то есть что необходимо, да, сложные процессы были, вот именно по лизингу, сложные процессы по кредитованию, хозяйство закредитованное, пролонгация кредитов, пролонгация лизинга. Наверное, без его поддержки, без поддержки Николая Васильевича Панкова этого не было бы сделано. Очень, ну, скажу так, что вот помощь по засухе, как это пробивалось, каким трудом Николаю Васильевичу вот эта помощь. Я скажу так, 9-10 год, даже не 9-10, а 10-11 год по засухе. Засуха у нас тоже была, засуха. И по гектарным мы списали, наверное, площадей не меньше, чем в прошлом году. Но нам дали, грубо говоря, в 9-м году нам дали что-то около 9 миллионов, в 10-м году там даже меньше 9 миллионов по засухе. В этом году мы район получили на порядок в десяток раз больше, то есть 143 миллиона. И это как бы сыграло свою роль. Если бы не было этой существенной помощи, да, вот по осени, по весне, мы бы еще не досчитали еще очень много крестьянских фермерских хозяйств. Они просто-напросто, вот в связи с кредитами, в связи с тем, с задолженностью, они просто-напросто закрылись. И у нас и так достаточно земли, которая не обрабатывается, к сожалению. Ну и еще ее прибавилось бы. Они сейчас нет, сейчас воспряли духом. Деньги получили, воспряли духом. Семена все есть. Немножко даже пытаемся в этом году посевную площадь прибавить. То есть на следующий год ввести в оборот. Ну много-немного, но тысячи-две мы надеемся все-таки еще добавить, дать к пашню, к обработке. Именно не какой-то дополнительный там инвестор. Ну заходит, конечно, а свои немножко берут там, добавляют пашню. Хочу заметить, что именно председатель правительства у нас в Саратове, проводя форум российского села, сказал о том, что государство и дальше будет поддерживать наших аграриев, увеличив государственную поддержку. На 20 миллиардов рублей увеличена поддержка для наших аграриев. В этом году таким образом бюджет Министерства сельского хозяйства Российской Федерации будет составлять 237 миллиардов рублей. Такого объема государственной поддержки не было никогда. И хорошо то, что эти федеральные средства будут учтены и на следующий год, и до 2020 года. Таким образом мы понимаем, что наши саратовские аграрии будут также получать эту государственную поддержку. Все-таки это очутимая поддержка. Во-первых, кредиты пролонтировал в течение года. Я считаю, что это очень хорошая поддержка. И вот я обошелся, я без кредит сейчас, в данный момент, обошелся от несвязанной поддержкой, помощью. Сейчас надеется получить хорошую прибыль от урожая, чтобы вложить ее в развитие своего хозяйства. Техника старая, мы вышли все-таки в 92-м году. Хотелось бы обновить. Нынешний год надеемся, что если цены, конечно, будут сопоставимы, то мы что-то будем уже приобретать. Потому что нынешний год есть не то, что внутренняя какая-то радость, что это все дело уберем, конечно, непосредственно, даже чтобы не помешал. Будем стараться в свое время все это хозяйство вурать, закрома заложить и реализовывать. Ну и что-то приобретать. Так уж сложилось, что в зоне рискованного земледелия аграриям приходится работать не благодаря, а вопреки. Принимать взвешенные решения и с полной отдачей трудиться на земле. Почему мы здесь работаем? Работаем, чтобы село развивалось в данный момент. Она сейчас сложная обстановка вообще в стране. Чтобы не было, как говорится, иностранного потока. Именно своя продукция была непосредственно. Свой хлеб был. Он всегда был свой хлеб нашего саратского. Он ценился всю жизнь. Стремимся к этому. Дело в том, что рабочие места создаем. Каждое утро у Виктора начинается с объезда полей. Рассказывает, в сельском хозяйстве нельзя жить одним днем. Нужно уже сейчас планировать работу на годы вперед, анализировать ошибки, исправлять их, постоянно совершенствовать свои знания и опыт. А суровые погодные условия, они здесь не редкость. И этот фактор всегда учитывают, чтобы потом вот так, как сейчас, видеть и чувствовать на ощупь результат своего труда. Блухает такое, как говорится, состояние у человека, радость в душе. Мы же работаем, что, за конечный результат что-то получить. Значит, на следующий год за дел какой-то произвести, значит, запасы оставить, значит, чтобы финансы были, чтобы кредиты мы не входили, не брали. Вот правильно же говорят, что грамотный сельхозпроизводитель, он живет и работает не ради 7-минутной прибыли, а рассчитывает производство на 5-7 лет. Ну, естественно. Для этого мы в данный момент сейчас и работаем. Вот, чтобы занимать рабочие места, как говорят, создавать рабочие места. Вот, чтобы люди на селе, чтобы это село не было покинуто. А надо-то как своего рода, это стратегический запас ведь, правильно? Если село есть, значит, все остальное будет дальше развиваться. Дожди, конечно, не обошли. В этом году стороной Дергачевские земли, как это обычно бывает. Но и сами труженики постарались сделать все, чтобы сохранить ценную влагу в почве. Своими механизаторами Виктор Курайсов очень доволен. Ну, возрастной сенс, я вам честно скажу, уже в пределах, да, за 50. Есть молодые, но в небольшом объеме, да. Не больно-то идут. Стараются в город уехать, вот. Ну, все-таки хотелось бы, чтобы молодежь оставалась. Ну и Сетин, ну как не оставаться? Мы же все-таки как патриоты своего. Это же наша малая родина, ее бросать просто так тоже. В первой части нашей программы мы рассказали о крестьянско-фермерском хозяйстве Марфа Дергачевского района Саратовской области. О том, как его руководитель Виктор Курайсов развивает растеневодство в зоне рискованного земледелия. Именно потому, что здесь царит постоянная засуха, причем как атмосферная, так и почвенная, фермеры не делают ставку на одно лишь растеневодство. Без животноводства в этих краях просто не выжить. Вот мы с вами, когда были сейчас на зимом поле, вы сказали, что про лошадей, что лошадь – это вот лошадь. Она обязательно должна быть в хозяйстве. Вот у вас такой замечательный табон лошадей. Да. Почему разводите, расскажите? Ну, как почему разводим? Это уже зов предков, можно сказать. Деды наши занимались сельским хозяйством. Лошадь – это раньше, в крестьянское время, как говорится, ранее. Она как кормилица была. Поэтому вот держим ее, как, можно сказать, стратегический запас. В хозяйстве Виктора Курайсова более 100 голов лошадей, 140 коров и еще внушительная тара овец. Для себя решил, будет еще больше развивать именно рогатая стада. Коровы у него сементальской породы. Эти животные хорошо приспосабливаются к любым климатическим условиям. Не требуют особых условий содержания. Дают качественное молоко в больших объемах. Ну и, конечно же, мясо. Я не то, что считаю, это нужно. Это необходимость. Хотя говорят, что убыточное, значит, это затратное. Тяжелое. Тяжелое. Тяжелое трудное. Ну, жить если в селе – это необходимость. Это взаимосвязано. Содержание, допустим, поголовья, крупнорогатого скота, допустим, хоть овцы, хоть взять лошадей. Она в каком отношении, друг, не дай бог. Она как стратегический запас. Это необходимость. Где-то раз можно реализовать. Подушка безопасности. Да, подушка безопасности, можно сказать. Ну и потом, вы же сами говорите, что испокон веков в деревне корова всегда была... Ну, это кормилица, да, была кормилица, да, как и лошадь. Тем более, в сельской министерстве. Я сам, как говорится, именно с деревенским паренью. Она, скотина, всю жизнь была кормилицей. В летнее время, в те годы, все на молочном продукции было. Значит, сделали по национальным этим кислым молоком, допустим, сыворотка, значит, сметана, творог, все это необходимо. Сейчас вот смотришь по телевизору, даже страшно становится. Но зато наше-то нет. Наше-то наше. Наше-то качественное. Во-первых, это же все, никакими микродавками, добавками, ничем абсолютно. Это все на натуральных кормах. На натуральных кормах, да. Это все необходимое, естественное, без всяких этих заменителей, без всякой этой. Хочется накормить людей настоящей продукцией. Да, уже, по-моему, с 90-го года надоело все такое иностранчину кушать. Надо свое. Она вот даже кусочек возьмешь мясо, она чувствуется у него. И пахнет совсем? Совсем по-другому пахнет. Все это пахнет по-другому. Каким бы засушливым не был год, какие бы трудности не возникали, поголовье не сокращали. Корма всегда старались заготовить в нужном объеме. А в этом году так вообще за это направление можно не беспокоиться. Сейчас вот мы увидели объемы ваших кормов, которые заготовили. В принципе, вы говорите, что даже больше, чем на год вперед запасли. Ну да, по сути, да, да, да. Больше, чем на год. Именно, можно сказать, даже на полтора года это. Давно такого не было. Не было давно такого. Но теперь зато со спокойной душой. Да, естественно, что со спокойной душой. Ну, то, что есть все полностью, обязательно мы заскирдуем, поставим в ометы. Потому что мы живем на такой рискованной земле. Ну и потом население надо дать. Население, естественно, натуроплату будем обеспечивать. Обязательно обеспечивать будем. Я вот, по сути, если разобраться, с 92-го года я вам сказал, что площадку, значит, Сеново, 45-ку, значит, там в пределах тонна с лишним. Где-то в пределах около двух тонн, значит, ячмень, ячменную солому, значит, тоже 45-ки, в пределах двух-трех тонн даю бесплатно. И тонны даю ячмень, значит, тоже без всяких этих... Людей поддержать. Да, деревенских людей. Во-первых, возрастные эти люди. Вот. Они прожили на этой земле. И стараюсь им в этом отношении помогать. Прошу Виктора рассказать историю хозяйства. Отвечает, когда-то на этой территории располагался совхоз Алтатинский, который славился на всю округу большим поголовьем скота и высокими урожаями. Но в 90-е годы некогда мощное предприятие пришло в упадок и распалось на 44 фермерских хозяйства. Сейчас, рассказывает Виктор, из них осталось меньше десяти. Одно из них – его КФХ. В наследство от совхоза фермер получил лишь старую сломанную технику и два поля общей площадью 704 гектара. Были и моменты, когда просто опускались руки. Но это, говорит Виктор, как-то очень быстро проходило и забывалось. Все-таки есть какая-то определенность его для воли. Рядом ребята достойные, работящие. Они в этой структуре, как говорится, работали механизаторами. Ну вот, вышли с положения. Были трудные времена, никто не говорит. Но всегда рядом, наверное, оказывались люди, которые готовы были плечо подставить. Ну да, в основном весь косяк в отношении того, что не падали духом, работали, стремились. Ну и вот она все тихонько, все-таки какая-то есть отдача этой работы. Есть желание, конечно. Никто не говорит, что нет. Тем более мы от земли люди. Говорит, вся его жизнь с самого детства была связана с сельским хозяйством. Отец брал с собой в поле. А потом, когда повзрослел, даже и не раздумывал, какое направление работы выбрать. Что дедушка, что отец, работали и в животноводстве, работали и механизаторами. Это, по сути, если разобраться, все это с детства, все это. Этот труд, он фактически нашими родителями. Родителями. Они рано вставали, уходили, были заняты. И вот приходилось заниматься сельским трудом. Никогда мы его не избегали. Благодаря наших родителей, отцов, дедов нас приучали к этому. И мы этого труда не боимся. И стараемся, как говорится, работать, дальше продолжать эту жизнедеятельность. Деревня, она это никуда город городом, а деревня, это житница. Это кормилица. Ну а пока старается создать все условия для сельской жизни и работы. Как уже рассказывал Виктор, он намерен существенно увеличить поголовье крупнорогатого скота. Но для этого нужна ферма. Ее сейчас и планируют обустроить. Не так давно выкупил и оформил старое животноводческое помещение, оставшееся еще от совхоза. А на его восстановление получил государственный грант по программе «Семейная ферма». Это вот еще, скажем так, то наследие того времени. Да, да, да. Какого года вы говорите строительство? Ну где-то 62-го года. Может 67-го где-то так вот. По сути, если разобраться, где-то разница, между прочим, 3-4 года, если я не ошибаюсь. Ну а так вот эти вот здания, они, ну 60, где-то 62-го, 64-го. Вот не, 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 нет. Ну вот скажите, судя сейчас, по его состоянию, реально его восстановить, да? Ну восстановить, если средства, да. Ну восстановить как? Хотя бы этот, крышу перекрыть, значит сделать реконструкцию внутреннюю. Это вот под что вы планируете? Ну под этот крупнорогатый скот. То есть вы вот так, как приобрели помещение, хотите его отремонтировать, купить еще вот поголовье? Да, 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 поголовье, да, закупить и вот именно в зимнее время его, значит, содержать в этом помещении. Ну вот скажите, что побудило это все вот приобрести и приводить в порядок? То есть жалко было смотреть, что разрушается? Ну конечно жалко, не то слово жалко. Жалко на все, что все рушится. Она все-таки еще сохранилась в каком-то, конечно, в ветхом состоянии, но если приложить, можно все это отремонтировать. Поэтому я и вхожу в этот грант. Все-таки своими силами это сложно, вы сами понимаете. Вот, тем более прошлый год, да, из-за не было урожая. Более 8 миллионов рублей – сумма существенная, говорит фермер. Сейчас, как только уберут урожай, возьмутся за строительство. Это помещение, которое рассчитано на 500 голов, планируют восстановить своими силами уже в этом году. Как вот освободимся, тихонько начнем заниматься сами своими силами, стараться. Вот, по возможности. Может быть, в какой-то организации буду подключать, но в зависимости. Ну да, потому что вот смотреть, вот на это, конечно, обидно. Хочется, чтобы вот такого, вот такого не было. Ну да. Чтобы такого у нас не было, да? Ну, сейчас кругом одни арки по всей стране. Поэтому надо восстанавливать, надо жить, надо трудиться, надо создавать рабочие места, стремиться. И еще не терять оптимизма. Без него, говорит, в сельском хозяйстве никак нельзя. Коллеги Виктора говорят, на таких, как он, неравнодушных людях и держится современное село. Особенно здесь, в отдаленном районе Заволжья. Наверное, у нас сейчас остались в сельском хозяйстве, конкретно в нашей зоне, по нашему району. Вот это юго-восточная зона, очень сложная зона, да. Сами видите, степи, год урожай, год, пять лет нет урожая. Тем не менее, руки не опускают. Костяк механизаторов, костяк работников у него сбит. Люди стараются, вот, поучаствовал в Гранте, получилось, он, как бы, доволен, он стремится что-то сделать, создать дополнительные рабочие места, разводить скотину, тем более, что это наша зона. Вот мы проехали, посмотрели, и сенокосы отменные, и скотину есть держать. Наша зона, как бы, Богом самому предусмотрена для содержания скотины. Да, истинный косяк, да. Которые, вот, стремятся что-то сделать. Да, что-то создать, что-то жить дальше, жить дальше плодотворно, что-то оставить своим детям в наследство. Не разруха, как мы вот смотрели, да, после того, как прошла, так скажем, приватизация, тут развальные помещения, приходится их по новой все восстанавливать, тратить деньги, а вот именно создать свое новое, начать работать дальше плодотворно. В целом, в Дергачевском районе ситуация на данный момент складывается благоприятная. Люди в прямом смысле воспрянули духом. В этом сезоне местные аграрии смогли засеять порядка 53 тысяч гектаров только зерновыми культурами. И виды на урожай очень даже неплохие. Добавляет настроение и объявленный в регионе год хлебороба. Можно будет надеяться, что год хлебороба, как бы, и мы будем в этот год с большим урожаем. Очень хочется надеяться на это, что год хлебороба даст нам хороший урожай. И не только урожай, но и, как бы, адекватные цены, чтобы были на ту продукцию, которую мы вырастим. Потому что очень многое зависит и от того, как будет складывать конъюнктуры рынка, как будет цена на исходный продукт наш, на зерно, на прочие культуры, которые мы выращиваем. Настроены на усиленный рабочий процесс и сами механизаторы. В ожидании начала уборочной страды времени зря не теряют. Приводят технику в идеальное состояние, чтобы работало в поле без сбоев. Как мы отработаем, так, значит, у нас будет в конце года отсеем вовремя. Надо же вовремя отсеять, вовремя спахать, вовремя сжатые сроки. Особенно весной. Чуть проморгал, все, влага ушла, а у нас еще зона такая. Чуть проморгал, все, у нас высыхает, не успеваем. Поэтому, если надо, и пораньше выйти. Да, да, со временем не считаемся, короче. Так вот. Надо, значит, надо. Надо, да, надо. За нас никто это дело не будет делать, приходится самим. Пахали, потом сели. Сколько труда было вложено. И сейчас, когда вот предстоит уборочная компания, вы видите, что пшеница колосится. Хорошая, да. И вы будете сейчас выходить в поле уже совсем с другим настроением. Вы увидите заказную труда, которую вы вложили весной и осенью. Вот в этом году радует, да. По полям проезжаешь, душа радуется. Спокойно. Все-таки есть на что-то надежда есть. Возлагаем вот на эту надежду. У нас же не всегда такой урожай бывает. Вот прошлый год был трудный год, засуха была. В этом году, вот, Бог дал, как говорится, мы на это надеемся. Но теперь вот, если дожди погода не подведет, мы должны все убрать. Постараемся, как говорится, убрать все в эти сроки, чтобы не оставить на корню. То есть это может быть техника старенькая, но ничего. Сейчас вот все равно у нас новый комбайн получили. Получили мы, недавно купили, приобрели. Будем стараться. Вадим Касангалеев трудится в хозяйстве Марфа фактически с самого его основания, то есть с 93-го года. Говорит, и в мыслях не было сменить место работы. Устраивает все. Но самое главное – отношение руководителя к своему коллективу. Когда начальник старается для рабочих, для хозяйства, тогда и рабочие, естественно, свою отдачу. Охота отдать, охота душу вложить, охота ему помочь. Вот так вот. Так уж повелось. Всегда вместе преодолевать трудности и также вместе радоваться успехам. Несмотря на суровые природно-климатические условия, эти люди ни на какой плодородный край не променяют родную степь. Как ее не любить? Я здесь вырос, я здесь родился, здесь живу. Она у нас, во-первых, даже вот это, где мы место расположения, возьмите, да? Но правый берег, здесь вот все-таки у нас и деревья все делают, природа, речки много очень у нас занимают. Ну, место очень хорошее. Только жить и радоваться, работать. Отрасль животноводства Одна из самых сложных в сельском хозяйстве. Агрария отмечают, бескачественных кормов развитие этого направления практически невозможно. Здесь на помощь приходят известные на мировом рынке компании, которые производят корма из натуральных ингредиентов. Какие именно, смотрите в нашем следующем сюжете. Фландеры – самая лучшая порода. Выживаемость хорошая, питаются отлично. Этой зимой 80-летний пенсионер из Пугачёва чуть было не лишился всех своих 45 кроликов. Из-за жаркого лета Владимир Григорьевич заготовил мало сена, поэтому корма хватило только до декабря. И вот эта пурина нас выручила в эту зиму. Так выручила, потому что сена не было, сгорела вся трава. Владимир Григорьевич не только сохранил своих животных, но ещё и стал почётным тысячным в этом сезоне покупателем корма марки «Пурина». За это ему в торжественной обстановке вручают подарок – кролика новозеландской породы и мешок корма. Спасибо большое этой организации. Это прогресс в этом деле, прогресс, большой прогресс. Будем мы с кормами, будем мы с мясом. Корма «Пурина» производит международная компания «Каргилл», которая на рынке уже 150 лет. Её дилер в Саратовской области – индивидуальный предприниматель Александр Пахомов в Пугачёве. Именно он устроил этот праздник. Повод – десятилетие сотрудничества с «Каргилл». Его бизнесу сейчас 10 лет. Он вырос в два раза с тех пор, и несмотря на сложную ситуацию в стране, он продолжает создавать и поддерживать рабочие места для многих своих сотрудников. На праздник приехал и представитель компании «Каргилл» Чаба Мате. Он отвечает за развитие бизнеса в России и Восточной Европе. Бренд «Пурина», который предназначен для малого фермерства и частных подворий, это высококачественные корма, и компания «Каргилл» гарантирует их эффективность и безопасность. Под брендом «Пурина» представлены корма для всех видов сельскохозяйственных животных и домашней птицы, а также для рыбы – карпа. Корм производят в России. Он состоит из натуральных ингредиентов отечественного происхождения, без гормональных симуляторов роста. Каждая партия проходит строгий контроль качества на заводе и лабораторную проверку. Весной в Саратовской области были открыты два первых магазина – в Пугачёве и Балаково. В конце марта открыли в городе Балаково, и как оказалось, что композиция стоит во всей России. Как-то начали, когда работают люди, приходили, приходили, приезжали новые. Очень много звонков поступает, потому что кормят в Саратовской области. Сегодня на этом празднике присутствуют покупатели и распространители продукции. Самые активные получают дипломы. У Екатерины Гололобовой хозяйство небольшое – 100 кур. Кормит кормом Пурина. Около 10 лет сотрудничает с предприятием Пахомова. Корма очень хорошая, они витаминизированы, они нравятся, и птица на ней лучше растёт. И мы как бы вот остановились. Сейчас в России 60 официальных дилеров Пурина. Поволжье – один из стратегических регионов компании, так как здесь много птиц и скота в частном подворье. Именно для таких некрупных сельских производителей и предназначены корма Пурина. Поэтому компания «Каргилл» планирует открыть свои эксклюзивные магазины Пурина по всему региону. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова